Здравствуйте, это разговор на чистоту и наш гость сегодня Салим Чаваян, главный врач детской городской клинической больницы и председатель комитета по здравоохранению областного законодательного собрания. Здравствуйте, Салим Бахшевич. Наконец-то вы к нам пришли. Как вы, как врач и как депутат относитесь, наверное, на одной из наиболее животрепещущих тем последнего времени, возможному переводу стрелок? То есть, я немножко объясню телезрителям. Сейчас есть инициатива достаточно серьезная, она поступила в Государственную Думу от профильного комитета Госдумы относительно того, что Оренбург сдвинется на один час по отношению к Москве, то есть, появится снова часовой пояс плюс один, и при этом московское время сдвинется к европейскому еще на один час. То есть, фактически мы будем жить по московскому времени, а Москва по нынешнему киевскому. Вы как к этому относитесь, как врач, как человек, как законодатель? Как врач я отношусь к этому как-то немножечко и отрицательно. Почему? Потому что любые стрессы для организма, час раньше встать, час раньше позже лечить, для этого стресс организма. И организм должен адаптироваться, это, конечно, неположительно действует на организм. Перевод стрел и так далее, и так далее. Есть статистика. Как законодатель, ну, как вам сказать, если честно, в принципе, в принципе, то, что происходит, наверное, это будет правильно. Потому что мы, наверное, и два часа разница с Москвой, это чувствуется. Согласитесь. Переводы. Потом Москва начинает работать. Мы уже ближе к обеду. Москва только начинает работать. Мы уже заканчиваем работу. Это есть сложности. Нам приходится задерживаться на работе и так далее. Есть отрицательный момент. Даже как человек, я скажу, на машине, когда идем до Самары, у нас есть там граница. Да, которую сразу на два часа. Да, переезжаешь и сразу разница в два часа. И вот тоже есть такие моменты отрицательные. Но я думаю, что не мы одни высказывались по этому поводу. Есть, наверное, момент положительный, поэтому и законодатели вышли с этой инициативы. Надо поддерживать и идти вперед. Давайте переходим к другой теме, уже более что ли приземленной. Вы представитель Комитета по здравоохранению и законодательного собрания. И в этой студии мы с вами недалеко год назад говорили, даже чуть меньше 9 месяцев назад, говорили про перспективы развития Оренбургского здравоохранения, сокращение коечного фонда в районах, сокращение мест стационарей, увеличение их в мабулатории. Тема очень непростая. Власть и партия власти говорят об этом с одной точки зрения, оппозиция с другой. Столько копий сломано. Вот если возвращаться к тому разговору 9-месячной давности, вы говорили, что процесс реформирования всегда идет очень непросто в здравоохранении в первую очередь. А как бы сейчас этот процесс реформирования охарактеризовали? Какие сложности основные в этом процессе вы видите? И как люди реагируют? Потому что вы же общаетесь с ними. И только как председатель Комитета по здравоохранению, как депутат на территории, но и как главный врач. К великому сожалению, есть та ситуация, к которой надо относиться как-то с пониманием. То есть это объективные данные? Да. Есть лечебные учреждения, которые располагаются в городе Оренбурге. И есть лечебные учреждения, которые располагаются в центральной больнице, ФАПы, участковые. То есть разные условия. Но закон требует от нас, что мы обязаны это делать, ко всем жителям относиться одинаково. И медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю. И все сообщество медицинское сегодня надо этим работать. Как это правильно сделать? Да, где-то надо что-то сократить, где-то надо что-то расширить. Мы почему-то всегда говорим, что вот где-то какие-то койки сократили и так далее, и так далее. А сколько мы открыли центров межмуниципальных? Сосудистые центры открываются. Перинатальный центр открыт в городе Оренбурге. Сегодня делается такой же перинатальный центр в городе Орске на базе 3-й городской больницы. Подписаны договора, выделены деньги, более 2,5 миллиарда на строительство еще одного перинатального центра. Идется мощная реконструкция, ремонт в онкологической больнице. Вы знаете об этом, да? Приобретается оборудование. Реформа, она, естественно, всегда проходит негладко. Есть моменты, где кто-то ошибается, кто-то не так делает. Мы должны с пониманием к этому относиться. И бросать здравоохранение, лечебное учреждение от них, и сказать, что вы обязаны, вы должны сделать. Нет, это сложно. Мы должны делать вместе с сообществом, с жителями своими, вместе с муниципальным образованием, с главным. Они должны с пониманием к этому относиться. То есть, в принципе, хозяйство настолько большое, что навести в нем идеальный 100% порядок, это невозможно? Хозяйство большое, протяженное. Ну, согласитесь, область у нас очень протяженная. Самая большая проблема сегодня кадровая. Кадров-то нет. Давайте мы... Вы предупредили мой следующий вопрос. Да. Вопрос, как сделать так, чтобы сегодня пришли здравоохранение, в медицину молодые специалисты. Как сделать? Вопрос простой, вроде бы, да? Ну, вроде бы ответ есть на поверхности простой. Повысить им заработную плату, но, как мы видим, не везде работает. Нет, ну, сегодня заработная плата, мы пытаемся это делать. Повысить, естественно, над этим работом есть указ президента. Мы должны выполнять правительство. Министерство здравоохранения Российской Федерации нас требует дорожную карту. Здесь все четко расписано, сколько должна быть за средняя заработная плата врача, медсестры, младшего медперсонала. Естественно, мы стараемся это выдерживать, но не всегда получается в том дном лечебном учреждении. Зависит от ситуации, где оно находится, в том лечебном учреждении. Вы понимаете прекрасно, что молодые специалисты стараются жить ближе к городам. Городам. В городе или городам. Это вполне логично. Да. А чтобы они жили, работали в отдаленных местах, надо прибавить заработную плату, дать квартиру, машину и так далее. То, что и работает сегодня Земский доктор, программа Земский доктор. Какой процент вообще врачей работает по специальности после окончания лечебных учреждений? Такая статистика есть? Вы знаете, да. Порядок цифр хотя бы. Вы знаете, страшная цифра. Неприятная говорить даже. Процентов 30 не приходит. Может даже больше. Или приходит, потом уходит. Несмотря на то, что государство потратило на них средства для того, чтобы они обучились. Раньше, когда мы с вами выпускались, у нас было распределение. И мы сегодня говорим об этом. Леонид Михайлович Рошаль, который мы постоянно общаемся, каждый раз это вопрос. Говорит, давайте вернемся к распределению. Пусть сегодня молодой специалист, который обучился в вузах, он должен отработать как минимум 3 года по распределению. Вот этот пробел, на который мы работаем. Вы главный врач детской городской клинической больницы. У вас около тысячи человек, персоналов, подчинений. Непростое, очень беспокойное хозяйство. Хозяйство, оно развивается в каком направлении? И удовлетворены вы состоянием технической, материально-технической базы, кадровой базы? Вы знаете, на сегодняшний день, если мы скажем, что мы удовлетворены, значит мы перестали жить. Мы никогда не должны быть удовлетворены. Мы должны всегда что-то просить, чему-то стремиться постоянно. Потому что жизнь – это движение. Мы сделали сегодня, дали возможность пациенту прийти к узкому специалисту в любое время. Мы поставили себе задачу, учитывая то, что нет сегодня педиатров, их не хватает. Даже в городе Оренбурге их нет. Мы решили своими коллегами сделать таким образом, освободить сегодня педиатра от той нагрузки, которая у него сегодня есть. Дать возможность, чтобы педиатр мог спокойненько работать, чтобы за дверью было не 20, не 30, а 3 и 2 человека. Мы всю привычную работу, всю рабочую работу ДШО мы выделяем отдельно и будет работать целая служба. Мы выделяем подростковую службу, как была раньше. Мы узких специалистов обеспечили узкими специалистами. Мы создали, у нас работала неотложка, мы ее усилили неотложку. Мы будем лечить больше детей на дому, стационарно-замещающие у нас будут расширены предприятия. Таким образом, мы создадим условия для того, чтобы врач-педиатр на приеме был немножечко разгружен. И будет у нас возможность в тех участках, где нет докторов, объединить. Чтобы у нас на всех участках все дети имели бы своего участкового врача. Вроде бы вот в двух словах я так рассказал, вроде бы все понятно, но это надо сделать. Но это большая организационная работа. Это большая, очень большая организационная работа. И самое главное, у меня просьба ко всем телезрителям, которые меня слышат, ко всем родителям, с пониманием отнестись к этому моменту. Почему? Потому что и оборудование изношено. Потому что мы не можем сегодня иметь 4-5 аппаратов во всех поликлиниках. Это нереально, их нет. И аппараты должны быть более качественные. Мы собрали в одно место. Раньше мы создавали диагностический центр, тогда, когда не было оборудования. А сегодня мы опять создаем эти центры, потому что нет специалистов. Вот такая проблема. А то, что говорить по поводу нозологии, ну, естественно, мы движемся вперед. Диагностика у нас стала на таком уровне, что раньше такого не было. Естественно, выявляемость большая. Но эти проблемы брюнхолегочной патологии, она остается. Желудочно-пишечного тракта они остаются. Это все наши подростки, к великому сожалению, которые любят питаться всякими сейчас. Да, фастфуд играет свою роль. А что касается брюнхолегочных заболеваний, экологии? Вы знаете, можно сказать ей экологии тоже. Можно сказать о том, что сегодня продукты питания. Но они там нет того контроля, который ранее было. Мы же приходим, смотрим у нас в супермаркетах, и перебиты сроки изготовления, и какие-то непонятно откуда возьмите сегодня продукты. То есть, и это все, наверное, в совокупности. В совокупности. Если вот больные, это у нас практически каждый ребенок сегодня имеет отклонение по поводу знов. Но с аллергиями у нас много стало очень детей. Если вот посмотреть у нас по нагрузке, сколько у нас больных к гонологу записывают, к аллергологу, сколько мы делаем проб. Это гораздо больше, чем раньше было. Ваша депутатская деятельность. У вас достаточно непростой округ. Не то, чтобы непростой, он очень разнородный такой, разношерстный. Это часть центральной части Оренбурга, уж извините за тавтологию. И южный поселок. Как округ развивается, как работает, и к вам, как депутата, в первую очередь, к каким вопросам идут? Ну, вы знаете, если сравнить округ 14-12 лет назад и сегодня, ну, есть разница большая. Раньше у нас не было возможности закрутить, где-то вкрутить лампочку, очистить дороги от снега, и с транспортом были проблемы. Сейчас этого нет немножечко, да? Вы, наверное, видите, что с транспортом есть проблемы, но не такие. Сегодня часть недоперевозчики, вы, в принципе, помогли муниципалитетам выйти с этого положения. То, что касается зимний период, очистки дорог от снега, но есть проблемы. Мы видим, не всегда успевают, на момент, там, почистить дороги. Ну, по обращениям, естественно, стараемся помочь. Ну, и самое приятное то, что сегодня есть и мы видим, это освещение. Все те темные улицы, которые были в частном секторе, они практически освещены. Я не могу сказать на 100%. Вот мы с муниципалитетом, у нас есть соглашение, мы выделяем деньги депутации, которые нам дают возможность помочь в этом направлении. И вместе с муниципалитетом осветили более 200 улиц. Это очень серьезная цифра, и мне приятно об этом говорить. Уже сдвижутся, в принципе, мы стараемся всем помогать. И я очень благодарен своим жителям за уважение ко мне и мое уважение к жителям. Находим общий язык. Я не устраиваю такие большие приемы. Почему? Потому что мы работаем в онлайне. Они всегда имеют возможность позвонить, проговорить. И все вопросы, которые мы можем решить, мы, естественно, помогаем решать. Тай бог, чтобы так продолжалось и дальше. Спасибо большое, Салин Бахшевич, что пришли. Это был разговор на чистоту с главным врачом детской городской клинической больницы и представителем Комитета по здравоохранению областного ЗАГС Собрания Салином Чуваяном. Спасибо за внимание и всего доброго. До свидания.